привет привет друзья сегодня четверг а значит на канале дон баллона проекте искусства аэродизайна новая серия урока совсем скоро новый год новый год 2019 мы с вами должны сделать что-нибудь новогоднее и интересное я на самом деле нашла вот такие вот интересные штучки в магазине don ballon мне они очень понравились это пакетики упаковочные они вот так вот выглядят у них есть такая дощечка подставочка и сама по себе пакет сам по себе пакет до основа вот я мне показалось что это очень классная штучка для упаковки фигурки потому что если небольшая интересная фигурка то ее можно поставить на вот эту самую дощечку запаковать и выглядит это будет интересно поэтому дабы использовать вот такой пакетик я хочу сделать небольшую фигурку снеговичка я очень сильно надеюсь что он сюда влезет но если он сюда не влезет то мы как-то с вами сделаем возьмем другой пакетик тоже в дом было не купила у меня правда его здесь сейчас нет но он у меня лежит для изготовления нашего снеговичка то есть мы будем делать по принципу что получится там посмотрим принципе маленького снеговика сделать не проблема собрать его раз-раз может быть мы с вами двух и сделаем да в этом уроке сделано снеговика такого интересного более смешного такого дизайнерского вот в следующем уроке сделаем простенького для начинающих принципе попробовать нужно и того и того вот для изготовления нам понадобится много белых шаров один шарик оранжевый для морковки 160 и 160 шары белые голубые мы будем делать шарфик и наверное шапочку что-нибудь такое для основы для тела снеговичка нам понадобится 18 дюймовый шар потому что мы будем делать пластику нам понадобится побольше места поэтому чтобы у нас все поместилось и ничего не лопнуло я взяла шар побольше ну давать мы его будем не так чтобы прям сильно-сильно но все же значит для начала для начала я бы туда наверное засунула 360 шедем ну да надуть его наверное качка на 4 это будет наша основа нам нужно чтобы у нас снеговичок сам стоял без кластеров внизу попробуем кстати я шарик предварительно растянула если вы заметите он такой большой я его просто поддул уже сейчас посмотрим что у нас с вами выйдет так я вообще люблю когда я дизайнеры творят в процессе это самое лучшее сделала четыре с половиной качка получился вот такой вот круг отлично я думаю нам будет достаточно теперь важно его связать когда мы работаем в пластике да когда мы засовываем шарик шарик очень важно чтобы мы подтянули все концы и хвостики и завязали хотя бы на два ну обязательно минимум на два лучше на три узла я всегда на три пластику завязываю она имеет свойство развязываться неподходящий момент вот такой вот у нас получился кружок и теперь нам нужно вставить двести шестидесятый ой двенадцатидюймовый шар внутрь у меня уже все только съемка началась нехитрые движения сейчас я раздую сначала внешне 18-дюймовый шар потом я надую внутри 12-дюймовый шар а потом мы будем с ним делать манипуляции немножко раздули внешний качков наверное на 20 надуем двенашку единственное что мне хочется его поджать но принципе нормально так а теперь посмотрим получится ли фокус я зажимаю оба шарика вот у меня горлышко 12-дюймового вот у меня бутылочка с водичкой я хочу внутрь него налить воды в общем вот так надеюсь что у меня это получится шарик я уже на поддула и это специально сделала потому что иначе бы у меня не получилось налить воды так как горлышко относительно герметично да но вот открытое здесь ничего никуда не уходит поэтому сдуваться не должно вот будет ли наливаться ухты сработало так как там есть воздух когда я отпускаю у меня бутылочка набирается и вода без проблем туда опускается все целую тяжеленький целую бутылочку вылили прекрасно очень удобно ой чуть-чуть опрыскалась вот уже совсем другое дело но теперь нашу двенашечку можно смело завязать да мы и сначала надули потом спокойно налили туда воды такая бутылочка прекрасно выручает мы уже с вами так делали в других уроках теперь у нас водичка никуда не денется я обрезала хвостик сначала завязал шар потом обрезал хвостик снизу у нас стоит кружок из трешечки давайте сразу тогда пока у нас там есть воздух ставим туда десяточку и надуем ее пока она надуется так только мне на чуть пониже вот мы сделали вот такую-то основу еще раз проговорю внешний шар 18 дюймов внутри него сначала кольцо из 360 шдм вот она затем она надули 12 дюймовый шар на если не ошибаюсь 20 очков потом мы налили туда целую бутылочку воды 0 4 литра потом мы надули десяточку ну соответственно завязали 12 дюймовый шар надули десятку сейчас нам важно завязать десяточку такая грушка у нас получилось и сдуть лишний воздух без трубочки никак с мой трубочку туда как бы вкручиваем аккуратными вкручивающими движениями идем вот в это место у десяточки я пока хвостик не отрезала намеренно не отрезала что нам нужен вот и у нас у меня все получилось в принципе задуманное но она немножко кривоватое сейчас мы это дело все подровняем попробуем посмотрим что выйдет так но чтобы это подровнять придется опять поддуть а чтобы было посмотреть что у нас вышло пришлось короче то поддуть то сдуть но немножко очень важно что я хватаю прищепкой потому что я захватываю еще и хвостик от 10 дюймового шара что позволяет мне удержать его на месте мы передвинем немножечко трешечку она нам нужна для того чтобы он развязалась для того чтобы наш шарик стоял чтобы нашу вот эта фигурка стояла сама принципе вся задумка была да только ради этого и сделано чтобы наша так вроде она максимально насколько можно было отлично теперь надо опять все сдуть потому что нам это обязательно нужно в сдутом виде именно вздутом и получилось у нас такое тельце снеговичка специально сделала его соединенным потому что видел очень много интересных фигурок таким образом сделанных не показалось это веселеньким а знаете чего я не до конца воздух мне важно воздух от отсюда убрать убрать вот из этого места значит трубочку надо опускать получается еще глубже она опустится у нас так посмотрим постараемся главное делать это аккуратно выходит выходит супер все просто когда воздух отсюда вышел наша донышко стало плоским для чего нам туда трешкой нужна была а теперь здесь вытянем вот такой у нас уже прям снеговик вот такое тело ну а теперь нам осталось сделать только голову такие небольшие смешные ручки кстати поместится ли наш снеговик наш пакет тоже вопрос вообще вообще помещается смотрите прям четко по площадке единственное по высоте может не пройти но у меня есть пакет побольше так что если что мы используем его так для рук я хочу сначала сделать руки почему-то я пока отставлю наше тельце для рук я буду использовать две пятерочки две двенашечки и триста шестьдесятый кстати трешечку мы обработали это важно круглые шары я не обрабатывала а вот триста шестьдесятый обработала и трешечка у меня есть еще отрезочек трешки поэтому я буду использовать сначала его кстати на нем можно потренироваться даже не использовать а просто потренироваться чтобы посмотреть длину дело в том что длина руки наши будут сделаны тоже в пластике на один качок больше больше и не надо одного триста шестьдесятого нам хватит на две руки может быть нет этого не хватит ну ладно меня очень часто спрашивают что я обрабатываю я миллион раз уже это повторяла еще раз повторю обрабатываю все 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 шедем даже шестьсот шестидесятые что касается шедемок которые они шедемок круглых шаров круглые шарики я не обрабатываю значит для изготовления ручки я внутрь 12-дюймового шара засунула пятерочку теперь я надую пятерку на полтора качка завяжем срежем теперь надо будет засунуть туда трешечку я сразу ее наверно отрежу потому что мне такая большая не нужна не надо всего на один качок ее надуть даже можно использовать два кончика отсюда и отсюда так вот эту и вот эту для того чтобы засунуть трешку мне придется испачкать трубочку с одной стороны потому что внутри обработка ну ничего так и как мы помним да на один качок всего так как внешний шар у нас уже надут дуем сразу трешку я прям засуну поглубже в насос главное дуть быстро и вынуть тоже быстро насосик вытащить так и не буду пока ничего убирать вот установлю так мне надо убрать воздух с этой стороны вот так отлично кстати даже не надо было двенашку использовать десятки бы вполне хватило вот такая ручка одна мне все нравится единственное здесь вот хвостик ну вот можно все подвинуть у нас все двигается не то что двигается уползает я бы сказала у нас там терочка решила попутешествовать внутри сейчас я ее вот так вот подержу а воздух лишний уберу чтобы не убегала еще раз вот так вот теперь у нас все отлично надо сделать вторую такую же ручку вот они наши две ручечки мы сейчас намеренно чуть-чуть в сторонку вот так вот да ля-ля уйди какой хорошенький дядя снеговик так отлично ручки мы подготовили осталось только сделать голову голова наша я вообще взяла пятнадцатый шар начало как-то я явно переборщил надо взять двенашечку сейчас возьму двенашку чтобы у нас все было нормально значит нам понадобится последняя дальняя часть сто шестидесятого шиде для того чтобы сделать морковку носик не будет сильно большой но он обязан быть чтобы наша морковка аккуратно смотрелась и не сдулась мы ее обработаем сейчас ой у меня течет все нехороший дозатор так я не хочу чтобы морковка была слишком большая она у нас чисто номинально я думаю вот так будет достаточно то есть я перегнала воздух в самый кончик и завяжу раз и еще один узелок сделаю на том же месте чтобы вот этот узелок был так сказать пожирнее все лишнее обряжем сейчас двенашечку возьму и сделаем для того чтобы сделать голову возьму двенашечку и немножко ее раздую кстати это двенашки волна веселья вот они какие кругленькие а теперь мне нужно шар вывернуть чтобы у меня он был на изнанку то есть это внутренняя часть шара сейчас у меня теперь внутрь так как двенашка довольно хорошо я засовываю носик это без проблем можно сделать и надуваю наш шарик ой сори так как у нас достаточно небольшое тело сильно прям крупную голову нам делать не надо вот так вот да достаточно наверное будет вот я временно просто зажимаю шар сейчас на изнанке теперь я хватаю наш будущий нос из как бы изнутри вот он он хватаю его за пуску за то место где у нас завязка и размещаю его так как мне удобно чуть пониже можно вот так вот вполне наверное можно даже повыше то есть на надутом шаре как бы изнутри прихватываю узелок и делаю завязку ну завязку конечно лучше делать из белого шарика чтобы не было видно так ну и по сути установка носа произведена отлично все можно шарик сдувать и выворачивать обратно носик наш уже закреплен теперь когда мы надуем шар то носик будет уже на месте кстати нам понадобится наверное а что мы ему будем в качестве шляпки делать вообще можно его в принципе без шляпы оставить но я хотела все таки сделать ладно давайте посмотрим я на всякий случай я так иногда делаю я на всякий случай кину внутрь головы буквально пару горошин если они мне не понадобятся они просто там останутся их никто не увидит если вдруг мне нужно будет место для крепления я эти горошинки задействую по необходимости просто кинем их в шарик и надуем видите как у нас торчит носик он стоит ровненько у нас здесь ничего никаких ни узелков ни пинчи ничего не мешает да и смотрится прикольно так наверное нормально все завязываем нашу голову теперь нам надо все это дело соединить но самое главное связующие самое декоративное звено это будет шарфик шарфик мы сплетем как у свинки быстро и эффектно еще у меня есть вот такие вот всякие кружочки вырезанные на плоттере просто из-за ракала и я хочу сделать ему очень простенькое личико я вообще изначально хотела сделать ему просто две вот такие точечки глазки ну давайте посмотрим у меня еще есть вариант сделать глазик с бликом вот либо такой маленький либо с бликом какой лучше будет смотреться вот мне тоже кажется просто вот изначально я хотела делать просто уголек просто точечка маленькая точечка это для снеговика то что надо ну и ротик тут конечно не угольки но маленький аккуратненький черненький вот так так как снеговичок у нас совсем небольшой смысла плести ему какую-то замудренную шапку нет поэтому я возьму одну из горошин сделаю ее чуть на бок чтобы у нас цилиндр был слегка на бок ой убежала вот так вот вот так вот и сделаю маленькую завязку мы надуем пятидюймовый шар у меня почему-то металлик ну ладно пусть будет металлик значит пятерочку мы просто надуваем и сжимаем даже слегка поменьше и надо ее сюда привязать лишнее можно все убрать теперь я хотела посмотреть что лучше ляжет триста шестьдесятый или двести шестидесятый мне конечно хочется трешку использовать мне кажется будет поприкольнее ну посмотрим сейчас ну да из триста шестьдесятого получается хоть более-менее нормальная шляпка по размеру нам нужно сделать два пинча для изготовления пинчиков я сделаю пузырик затем еще один пузырик такого же размера ну примерно такого же чуть поменьше получается вот они два пузырика теперь я перекручиваю их вот так получается два соединенных шарика а теперь один в одну сторону другой в другую так раз очень тонкая шедемка и вот так вот его проложим так как у нас все обработано достаточно всего лишь хорошенько накрутить и лишнее можно просто убрать а вот эти вот пинчики завернем вовнутрь сзади получается вот такая а спереди вот так вот еще в цвет шарфика я бы ему проложила сто шестьдесятую шедемочку на цилиндр как ленточку чтобы с шарфиком сочеталось точно так же я делаю два пинчика маленьких и вот сюда добавим цвета вот так чуть поинтереснее ну прям такой мистер получился у нас давайте прикрепим голову к телу даже можно сразу привязать ручки но сначала хочу сделать из пятерочек две ломаные пятерки я их обрабатываю обрабатываю не просто так потому что я их буду ломать мне нужно чтобы они были маленькие аккуратненькие так лишние узлы вот эти вот я сейчас уберу только мешают пятерочку надуваем на пол качка одну и пол качка вторую все попадалось теперь одну перекручиваем вставляем и вторую так как их все равно не будет видно меня в принципе ничего не смущает вот все вставили жестко поворачиваем наше тело неправильно вставила что-то у меня повернулся то никак надо вот теперь получается что он вниз смотрит мне не нравится что он вниз смотрит дружище вот отлично вот отлично вот середина тела вот новогод новогод типа того все равно он почему-то вниз у меня смотрит вот свяжу между собой две 360 шедемки просто потому что они сильнее растягиваются на три узла вот наши ручки и вставим их вот так вот 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 ну типа того мне кажется он уже симпатичный Но я ему хочу сделать шарфик. Может, ему сделать просто из одной шедемки шарфик. Не, надо сплести. Должен же быть какой-то цен с ним. Но я боюсь, что у нас пакет не поместится. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, для шарфика я буду использовать 4 160 шедемки. Мы их обязательно обрабатываем. Ну, я вообще хотела длинный шарфик сплести. Может быть, 4 нам будет мало. И мы добавим еще 4. То есть максимум это 8. А еще, кстати, ему не хватает пуговичек. Пуговички, угольки тоже. Я вот такие вот кружочки приготовила. Просто кружочки. Вот. Где мой насосик маленький? Давайте сплетем. Максимум на 2,5 качка. Я уже на все 3 надула. Сильно много не надо надувать. 2,5 качка достаточно. Я уберу. Его не хватит. Алена, что-то разошлась. Связываем их по 2 штуки. Ну, потом так же, как у свинки, сделаем вам пушечку. Но пока просто еще раз объясню. Вот у нас получается 4 шедемки. И на каждой из них мы делаем по пузырику на каждой паре. И соединяем их между собой. Получается вот такая вот заготовочка. Теперь по краюшку пузырик еще один пузырик. То есть 2. И серединке еще один. И здесь точно так же. То есть получается вот таких вот 2 квадратика. И так далее плетем. Сначала соединяем по центру. Потом туда же приплетаем боковушки. Получается много-много-много пузыриков соединенных между собой. Такое полотно. Вот таким вот полотном нам надо сплести. Плела-плела я. Мне показалось, это маловато. Я хочу еще больше. Я хочу, чтобы шарфик был у него прям длинный. И мне очень понравились вот эти кончики. Я уже не хочу делать 160-ые беленькие. Поэтому вторую часть я буду цеплять прям сюда. Я отрежу вот эти узелки. Потому что они здесь будут мешаться. Ставлю новый один. И к нему сразу же привяжу сверху второй. То есть получается я завязала как бы внутри вот этих вот двух пузыриков. И точно так же сделаю еще раз. То есть один вставляю. И с другим связываю. И обрезаем. Вот получается я подцепила с другой стороны. И с другой стороны продолжу плести. Так же. Теперь моя задача доплести до конца еще одну такую же часть. Чтобы в конце были такие же красивые плюшечки. Кончики, хвостики. Посмотрим, что у меня получится. Надеюсь выйдет. Вот и получается, что я подсоединила. И тут все относительно симпатично. Практически ничего лишнего нет. Шарфик я сделала. Теперь хочу все это упаковать. Причем я уже говорила, что в нашу упаковочку мы по ростику не прошли. Попа пролезла, а рост не прошел. Но я вынула из той упаковки. Господи, это здесь вообще откуда? Вынула из упаковки вот эту вот дощечечку. И взяла другой пакетик. Тоже Домбалон продает. Такие большие пакетики. Красный, красивый. Мне очень понравился. Он вообще огромный. И он еще не плоский. Он вот так вот расширяется по бокам. Поэтому наш снеговик в нем по идее вообще утонет. Попробуем туда запихнуть. Вдруг получится. Вдруг это будет симпатично. Прям хочется его упаковать. Ого, туда я влезу. Так, так, так. Так, стоп. Давайте сначала сделаем нашему малышу шарфик. Делаем так. Обернула два раза аж. Ну, мне так больше нравится. Ну, ладно, оставим так. Так. Какой-нибудь... Обрезочек. Так. Так. Смотрите продолжение в следующей части. Теперь мне эти штучки не нравятся. Ну, нравились, теперь не нравятся. Вообще, выглядит хорошо. Ну, давай так оставим. Сейчас еще в одном месте подцеплю. Вот, ну, как-то так получается. Мне кажется, вполне себе. Еще классно, что когда упаковываешь такую фигурку в пакетик, туда можно запихнуть разных конфеток, подарочков других. Да, туда просто гигантский подарок поместится. Ну, чего бы, нет? Самое главное, это вот эти края, чтобы они смотрелись симпатично. Сюда целый подарок еще поместится. Я предлагаю его сделать и туда вставить таки. Вот здесь место для подарка. Мне нравится, что пакет другого цвета, что он с красным, а не с синим. Единственное, что мне не нравится, это вот это пустое место, туда прям надо что-то положить. Примерно так. Можно использовать бантик такой, скажем так, готовый, но я бы использовала бантик из шедемки. Можно, кстати, вот такой же голубенький, чтобы смотрелось то, что у нас подставочка красненькая, красненькие звездочки и голубенький бантик. Ну, а сейчас я его оттуда вытащу, чтобы вам пока продемонстрировать его. А если мы в следующем, иди сюда, мой хороший, ты мне так больше нравишься, и нужен тебе никакой пакет. Ты прекрасен. Делайте, повторяйте, изготавливайте своих снеговичков, добавляйте подарки, упаковывайте, потому что Новый год, праздник, детки ждут сюрпризов. И всего хорошего. Пока-пока, до встречи в следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok